Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем вас знакомить с удивительными историями из медицины. И сегодня очередная из них о том, как одна женщина родила одного и того же ребёнка дважды. Это не наша фантазия, а это быль. Англичанка дважды родила одного и того же младенца. Как такое стало возможным? Сын 23-летней Лизы Коффи страдает от редкого заболевания. Её сын Лука родился дважды. На раннем сроке беременности врачи сообщили женщине, что у её ребёнка развелась патология под названием расщепление позвоночника, по латыни спинобифида. И медики приняли кардинальное решение извлечь мальчика из материнской утробы на 27-й неделе беременности. Для чего это сделали? Для того, чтобы устранить часть порока развития позвоночника путём хирургического вмешательства. После операции ребёнка поместили обратно в матку. И Лука второй раз вновь появился на свет уже на 38-й неделе беременности, то есть на 1-2 недели раньше положенного срока. Мальчик провёл 8 дней в отделении интенсивной терапии, прежде чем матери разрешили забрать ребёнка домой. Врачи предупредили Лизу Кофи, что её сын вряд ли сможет ходить. Кроме того, он перенёс ещё несколько операций, чтобы восстановиться после повреждения мозга и позвоночника. Тем не менее, Лиза Кофи надеется, что у её ребёнка есть возможность начать ходить. У Луки остался шрам на позвоночнике, но его нынешний диагноз – мольформация Арнольда Киарри – при таком состоянии мозжечок выходит в позвоночный канал. Сейчас Луке уже один год. Мальчик демонстрирует успехи в ходе физиотерапии. Это обнадёживает. К тому же улучшается состояние мозжечка. Но у мальчика есть немного жидкости в мозгу. Но ему не требуется установка дренажа. Следующую МРТ ребёнку проведут уже в возрасте двух лет. Каждый год только в Великобритании рождается около 600 детей с расщеплением позвоночника. Люди самой лёгкой формы такого порока внутриутробного развития могут даже не знать о своём диагнозе. В таком случае зазор между позвонками достаточно мал, и спиной мозг остаётся на месте. Самая тяжёлая форма расщепления позвоночника – это миеломенингацели. В этом случае симптомы могут варьировать в зависимости от того, где возник порог. И некоторые пациенты испытывают трудности с движениями или не могут ходить. Также могут развиться различные инфекции, в числе которых менингит. Если вас заинтересовало наше видео, подписывайтесь на наш канал.